Всем привет! Сегодня у нас будет немножко видео о турках и Турции. Я чисто своё наблюдение дам по практике, которая у меня идёт, по вашим запросам, которые я от вас получаю. Тема довольно-таки не очень популярная, но я хочу уделить этому время. Надеюсь, что это будет видео популярным, вы его таким сделаете, разошлёте знакомым, кто в этом интересуется, поставите лайк, напишите комментарий. Тема о турках, которые 45 лет, 50 и плюсы старше. Для тех, кто с такими знакомится, кто за таких выходит замуж, встречается с такими турками, я вам хочу рассказать небольшие особенности. Ну, может быть, отчасти вас сегодня попугать. Я хочу вас предостеречь, я бы это назвала предостеречь, предупредить, предупреждён, вооружён, на что вам нужно обращать внимание. Почему такая тема пришла мне в голову, да, идея? Потому что у меня есть запросы от женщин, типа от 50 лет и старше, которые встречаются с турками и просят, а как с ним себя вести, а как мне под него подстроиться, а как вот с турками надо и так далее. Мой главный совет всегда, во-первых, не надо никого под кого подстраиваться, вы должны быть самим собой. И если, скажем так, вы не нравитесь, у вас не получается что-то, значит, не ваш человек. Всю жизнь постоянно подстраиваться, вы не сможете подавлять себя, быть ненастоящей, быть в маске. Из этого ничего хорошего не выйдет. Если даже вы сможете так всю жизнь жить, вы будете, ну, точно несчастливую жизнь проживать, да. Отводные камни с турками, которые в возрасте 50 и старше лет. Во-первых, это, естественно, характер. Это такие, знаете, это ещё люди старого поколения. Это не молодые турки, которые здесь и сейчас, там, аля 30-35 лет. Это большая разница их менталитета, особенностей характера в возрасте. Укоренелые, старые закалки, скорее всего, за которыми ухаживали мамы, или они были залюблены в семье и так далее. Есть, конечно, самостоятельные. Одно дело, это когда турки, которые в разводе, или, например, вдовцы какие-нибудь, сами воспитывали детей, и дети у них выросли. Это одна история, да, когда они заботились о своих детях. А когда он, например, развёлся или вдовец, но его детьми занимались родители, он отдал их, как часто бывает, на попечение своей матушке или сестре, там, какой-нибудь тётей детьми занимается. Это никакая не самостоятельность. Это его семья занимается его детьми, не он. Вот такие есть мужчины, я здесь встречала, которые сами воспитывают своих детей после развода, там, с детьми остаются, да, есть женщины, которые оставляют детей после развода мужьям. Не то, что у них прям их отсудили, бедные несчастные женщины, да, есть такие, которые сами отказываются, зовут другие теми себя. Такие мужчины более, да, самостоятельные, ответственные, нормальные, к нашему менталитету больше подходящие. Да, то есть, обращайте внимание, если он занимался сам своими детьми в разводе или вдовец, да, ему пришлось по каким-то жизненным обстоятельствам заниматься воспитанием своих детей, это огромный плюс. Ответственность о своих детей просто, да, он не в позиции ребёнка, он заботился о своём ребёнке или детях. Следующий момент, в чём подводные камни, особенно великовозрастных турок, 45 и старше, которые живут всю жизнь с мамой и никогда не были женаты, или которые всю жизнь живут с мамой. Он, например, был женат в разводе, но они жили с его мамой прямо в соседнем доме или в одной квартире и так далее. У меня сразу вопрос, а куда делась его жена? Почему даже жена-турчанка не смогла ужиться с его мамой турецкой, да? То есть это же сразу вам понятно, это неразрывная, неразрезанная пуповина между матерью и ребёнком. Очень часто свою любовь подобную матери, любовь неориизованную к мужчине, например, её обижал отец ребёнка, его там не было и так далее, это проблемы матери, да, она своей, в общем, как бы правильно вам объяснить-то хоть чего. Свою неориизованную любовь к мужчине, как к противоположному полу, она совмещает с любовью к своему сыну, и почему ревность материнская ко взрослому сыну, может быть, не могут некоторые мамки отпустить, потому что она накладывает и любовь как к мужчине, и как к сыну своему. Это неправильно, это нездоровая вообще история. И она его рассматривает бессознательно, не понимая как сына своего, да, и как своего любовника в том числе. Это такие уже тонкие психологические материи, мы идём к Фрейду и так далее, да. Но вот это наложение не позволяет, то есть она его оценивает бессознательно, не понимая, да, не придавая этому значения, как тоже партнёра своего в некоем роде, поэтому он всю жизнь с ним живёт. Просто мужчина такой находит себе женщину для того, чтобы, проще говоря, с ней спать. Или женщину ещё плюс, может быть, какую-то прислугу, чтобы за ним и за мамой ухаживала, помогала маму уже к этому времени пожилая, да. А я к тому, что с мамой просто не спят, это инцест, правильно, и психика такая нездоровая людей, они находят женщину для этого себе. Но на самом деле ты выходишь замуж за такого турка и за его маму в том числе. С мамой он не разделится. Опасность этих мужчин великовозрастных, те, которые постарше, естественно, это сложившийся какой-то характер, как и у вас, в принципе, да, кто его ровесница. Притирка характеров, это гораздо тяжелее, чем в молодом возрасте, когда ты где-то можешь прокнуться, закрыть глаза, что я тоже не советовала, не рекомендала, не есть хорошо, но всё равно. Когда ты уже пожил, у тебя есть опыт и опыт семейной жизни, ты знаешь, что и как, и притирок у тебя этих было немало, и не может ни один у тебя брак за спиной, очень классно и здорово притираться, в кавычках. Конечно же, знак минусу здесь, я в негативном ключе это объясняю, потому что ты уже ни с чем не миришься, ты женаешь, скорее всего, себе цену и так далее. Но ещё вторая часть, вот в такие больные и нездоровые отношения, у меня есть такие женщины, на консультациях и не одна, которые вот так подстраивались под турок постарше, ну, в смысле своих ровесников, проще что, говорит, у меня есть женщина на консультации, которая 58 лет, турок 60, всю жизнь живёт со своей мамой и так далее, в разводе. Другая турчанка своего мамы не смогла жить. Да, она, наверное, подумала, что она героиня, и возьмёт на себя, ей нравится этот мужчина, хотя она у себя на родине успешная женщина, с классной зарплатой, с хорошей должностью, она руководящей должности, она работает в госструктуре, в госорганах, и у себя она там такая боебаба вообще, да, а он ей крутит, вертит, унижает, вытирает от неё ноги, она за ним таскается, летает к нему, пытается угодить его мамочке, эта вся история уже длится 3 года, и она всю жизнь, когда уже на ней женится, она на ней не собирается жениться, и вот она постоянно ко мне приходит с этими вот слюнями, соплями на эту тему. Здесь проблема, конечно же, уважения к себе, вот женщина прогибалась, прогибалась, и вот это, вот это играет на её самооценке. Естественно, она сама это позволяет, и сама за этим идёт, она ей нравится это, но всё равно я к тому, что это определённый, уже сформированный человек, с которым трудно что-то менять, его менять или себя, то есть тут реально как пазл, подошли друг к другу или нет, но если нет, то расходите, скорее всего. Очень часто мужчины, которые постарше, которые ещё залюблены своей семьёй или любовью какой-то материнской, они домашние султаны. Это, я вам сразу говорю, мужчины, которые постарше, вот женщинам возраста моей мамы, например, да, не молодым девчонкам, вы имеете в виду, они женщину рассматривают, не ваше турчанка или иностранка, турчанка понаглее, она, наверное, скажет, больше отворот-поворот, а иностранка вот героиню включит, будет страдать больше, больше вариантов, что она промолчит где-то, и будет думать, типа, ой, менталитет у нас разный, надо же подстраиваться, а где я на старости лет, это еще кого себе найду, да хотя бы турок на меня посмотрел, я тоже такие истории знаю, да, и начинается вот эта история. Но нет, не надо так делать, это огромная ошибка. Такой мужчина начинает рассматривать ее, как домработницу, это маленький домашний подишах и султан, парни, сипадай, сготовь, постирай, и не только какое-то бытовое обслуживание моральное, сиди со мной рядом, смотри со мной, не скучный тебе, неинтересный футбол, сериал, там блинка меди-шоу, какое-то турецкое языка, которого ты не знаешь. Как правило, они выходят уже на пенсию, денег у них много нет, платить там за твои билеты, чтобы там дети к тебе твои приезжали, или ты ездила там, что-то в гости у них, этого тоже возможности нет. И как правило, они ничего не обещают и не обманывают, они говорят, как есть, вот пенсия у меня такая-то, в Турции жизнь вот такая-то, такие-то цены, сама решай. Очень часто женщины под гнетом своего какого-то страха, может быть, одиночества, на это соглашаются, и потом страдают, что черта у нас нет. Вот у него квартира, ну, например, есть, на которой он хотя бы за всю жизнь заработал, да? А пенсия низко, пенсия, это, знаете, то, что тут не гигантские, конечно, повыше, чем в странах СНГ в России, но все равно по отношению там к курсу доллара и жизни сейчас это не большие деньги. Но все равно, короче говоря, шило на мыло, меняется, понимаете? Большинство разочарований у женщин, когда они с турками постарше встречаются, обычные вот с пенсионерами турецкими, они понимают, что это просто пенсионеры. И мало того, что у него так же, как у тебя там на родине, у него там особо денег нет, интересов особо нет, по театрам он не гоняет или что-то, соцветский какой-то раут. Он сидит, смотрит, лузгает семечки, утнувшись телевизор, ходит с мужиками в чай-бахче, где одни мужики тебя с собой не берет, чай гоняет, кофе пьет, играет в нарды, например, ну все, все его интересы, скучная, занудная жизнь пенсионерская, правильно? Но, что интересненькое, он же просит к себе еще и внимания, заботы и полного социального обихаживания во всех сферах, и приготовь, и пронеси, подай, постирай, и со мной посиди, вот эта вся история. То есть вам вообще нагрузка такая нужна? И к тому, что это старый тип людей еще, да, честная женщина, которая себя уважает, которая на родине что-то было, финансовое, что-то на чего-то достигло в своей жизни, она себе на такого партнера ровнее смотреть не будет, именно с такими загонами, если, да, встречается такой турок. На такого поведется травмированная женщина, которая хочет быть жертвой, спасительницей, страдалицей, которой либо очень страшно быть одной одиночества, ее гораздо сильнее, чем уважение к себе, она позволяет к себе такое отношение. А вот поэтому даже девчонки, которые знакомятся, там, девчонки, это относительно, там, 50 лет, девчонки, там, лет в 25, знакомятся с большой разницей в возрасте с турками, я всегда говорю о том, что он не молодеет, и вот эти его скряжестые, может, моменты характера будут только усиливаться. Это люди разных поколений. Если тебе классная, кайфовая любовь, то вообще возраст, это только цифра. Но если мы берем возраст, как кусочек, скажем так, его характера, поведения, который не будет меняться к лучшему, скорее всего, с возрастом более ухудшаться, если так можно сказать, да, ты должна рассчитывать, что это будет как-то меняться не в лучшую сторону. Готова ли ты с таким человеком? Если да, окей, замечательно вообще, отлично. Напишите комментарии, если у вас какие-то истории, может быть. Я не говорю о том, что все плохо, никаких счастливых историй нет, да ни в коем случае. Я просто вас хотела предостеречь от каких-то ошибок, чтобы вы об этом думали, о том, что я рассказала, видео до того, как вступать в какие-то серьезные отношения с таким видом людей здесь. Если вам нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, я всегда в инфобоксе оставляю свою почту, куда вы можете написать и в теме письма указать консультацию, оставить ваш запрос. Или вы можете всегда прислать вашу историю для публикации на канале и написать в теме письма историю от анонима. Спасибо за внимание, буду очень признательна вашим лайком и комментарием под видео. Спасибо, не пропускайте новых видео. Всем пока.